Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение Ром 2 Total War. В планах у меня на эту серию продолжение давления на иценов, на британцев и к тому же уничтожение боев. Но в этой серии вряд ли мы сумеем их уничтожить, но подприжать должны, то есть один бой у нас будет с ними точно. Но для начала атакуем мы именно британцев. Сконцентрированы все армии около столицы Камуладуна, пора их уже распределять по различным направлениям. Осенью я не пойду на них войной, это уже будет только весной, действительно надо будет отойти немного от лесов, иначе армия будет погибать следующим ходом. Ну и у нас, видите, здесь не очень хорошая ситуация около Белза, около Будоргиса, бродит армия убоев, которую необходимо ликвидировать. Будет она атаковать Будоргис или Истер, большой вопрос. Здесь нужно нанять еще дополнительные отряды, хотя бы два отряда доспешных легионеров, и три отряда притарианской гвардии вместе с командиром, с автокадами вполне должно хватить для обороны. Ну и гарнизон, выстрее, худо-бедно какой-то есть. Делаем ход. Делаем ход и посмотрим, что же предложат нам наши противники, союзники. Так, все-таки они пошли, по-моему, к... Пошли, яник, и в трон. Так, со ценами нам мирный договор, конечно же, не нужен. Ну, по крайней мере, пока что не нужен. Слушайте, они высадились опять на нашей территории. Ну, возможно, все-таки придется мир с ними заключить. Если они попытаются осадить один из наших городов, гонятся, если честно, мне за ними уже надоело. Либо вариант номер два, одну армию переместить постоянно на континент, а четырьмя, которые останутся в Британии, уже их атаковать. Это будет как выход, иначе мы будем постоянно в этом проходе плавать между островом и... континентальной частью Европы. Все это неудобно и довольно долго. Так, началось вторжение и ценов. Вот меня больше волнуют вот эти вот товарищи, которые бегают по нашей территории. Господа бои. Куда они бегут? Бегут-то они, по-моему, к Ассургису. Ну, в городе довольно мощный гарнизон. Там даже есть аж притерианская гвардия, один отряд, когорты, две когорты фтакатов, когорты, семь когорт-легионеров, поэтому я туда армию подводить не буду, если не прорвутся. Мы им там наваляем по... Самое не хочу. Вот что делать вот здесь, с ценами? Вопрос на засыпку. У них, кстати, вторая армия, по-моему, сюда приплывает. Да, сейчас они пойдут к нам, нету. Нужно заключать с ними пока что, по крайней мере, мирный договор. После чего две армии я перебрасываю... Даже две, не одну, а две переброшу на... Континент. Ну и после этого можно уж спокойно будет развивать атаку в Британии. Ладно, давайте-ка займемся немного дипломатией. Я думаю, что они мир примут. Да, и свалят с нашей территории. Попробуем что-нибудь еще у них здесь пока выторговать. Так, а вот торговое соглашение они не хотят с нами заключать. Ладно. Протектором они также быть не хотят. Так, 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 так. А что по поводу выплат? Запросить выплату. Ну, допустим, казна у них, кстати, сильная. Две тысячи, четыре тысячи. Давайте две хотя бы. О, шанс высокий, смотрите. Отлично. Мы можем повысить требования. Даже четыре тысячи шанс высокий. Шесть тысяч. Высокий. Восемь тысяч. Умеренный. Ну, давайте попробуем восемь тысяч. И они принимают наше предложение. То есть мы заключаем мир за восемь тысяч золотых. И при этом сейчас они с нашей территории свалят. Да. Ну, в общем, следующим ходом они отсюда уйдут. Потому что между нами мирный договор. Мы на их территории также пока заходить не будем. И как только две армии приплывут, одной я пошлю, к нам нету. Сюда вот где-то в леса. Ну, рядом с городом она будет стоять, чтобы цены не смогли здесь высадиться. Спокойно. Вторую оставлю где-то около... Цинабом. Вот здесь вот на дороге. Она, в принципе, достанет и дониме-то цены, если они нападут вот отсюда вот. Ну, и перекроет проход здесь, если они попытаются высадиться с берега. Окей, окей. Делаем ход. Неплохую мы сумму получили. Доход у нас опять зимой падает. Сельское хозяйство, по всей видимости, не приносит никаких нам прибыли. И мы забыли с вами построить... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мы забыли построить в одном из городов, захваченных у боев. Там разрушили здания. Построили этим ходом. Никакие новые. Соответственно, там могут возникнуть трущобы. Ну, ладно. Для начала нам необходимо отбить вот эту вот атаку боев. Их гораздо больше, чем нас. У них 2160 человек. А у нас всего лишь 1440. То есть нас меньше, грубо говоря, на 700 человек. Но у нас есть неплохие отряды. Хотя их также, повторяюсь, немного. Ну, у них в основном крестьяне-новобранцы. Он считает здесь шанс исключительно из-за того, что их больше. Вот основной угроза для нас представляют даже не их копейщики, или мечники, или топорики, пристегнувшие. Хотя пристегнувшие, конечно, представляют угрозу. А именно стрелки, которые будут наваливать из-за их спин. Давайте проведем бой. В принципе, я предполагал, что они на город могут напасть. И они на него нападают. Клеопатра. Обнимается у возлюбленного в последний раз, возможно. Если город падет, у нас возникнут определенные опять здесь неприятности. Ну, то есть мы его, конечно, отобьем обратно. Но придется какую-то одну из армий везти. Или из-за Кынка, или из Будоргиса. В Будоргисе армия еще не восстановилась до конца. В этом проблема. А из-за Кынка, если мы выведем, там общественный порядок упадет в минус. В огромный. И будет восстание. И рабы смогут тут же захватить или повстанцы. Ну, можно сказать, полупустой город назад. В общем, здесь с этой армией боев, если мы разберемся в этом сражении, ну, или в следующем сражении, дальше мы уже переходим в контратаку. Хватит здесь сидеть на них, смотреть. Разглядывать их. Внимательным взглядом пора с ним кончать. Но я надеюсь, что бретарианцы справятся, повторяясь, основная угроза их стрелки. Если сумеем их каким-то образом повязать, считайте, что сражение выиграно. Город маленький, с одной стороны его будет проще оборонять, с другой стороны здесь негде спрятаться. Так, центральная площадь, и они стоят. Где они стоят? Вот даже так. Они распределили войска, ведь с разных сторон обычный комп так не делает, но в этот раз он решил изменить свою тактику. И с нескольких направлений они на нас пойдут. И самое плохое, что стрелков они разделили. Они разделили стрелков. Да. Ситуэйшн мне не нравится. У нас всего 30% на победу. Ладно. Что мы будем с вами, ребята, делать? У нас есть плебс. У нас есть плебс. Плебс мы направим именно на стрелков. Они должны будут повязать их. Ну и отряд вигилов. Возможно, легионеры тоже туда пойдут. Обычные, без доспехов. Пока мы их поставим отдельно. Ну понятно, как они пойдут. Значит, эта армия пойдет походить, скорее всего, с тыла. Площадь главная. Хотя... Да, они, скорее всего, пойдут походить вот так вот. То есть вот эта армия пойдет в лоб. Центрально эта пойдет сбоку. Соответственно, плебс надо поставить вот здесь. Это будет более, скажем так... Выгодное решение. Вигилов и легионеров мы также оставим вот здесь за плебсом. То есть они как раз нападут на стрелков, когда их основные силы сагрятся на наших легионеров. Левисов мы оставляем. Естественно, в центре города они будут стрелять, кидать. Так... Командиры. У нас два командира, которые должны выжить прежде всего. Соответственно, здесь мы ставим... Стоп. Здесь мы ставим доспешек легионеров. Перекрываем им выход. На нашу площадь и вход. Бритарианская гвардия. Ее бы я разместил бы пока вот здесь. Точнее, вот так. Один командир у нас пойдет. Так что я не понял. У меня объединяет сразу несколько отрядов, какие-то баги. Я жму на один, а мне объединяет сразу несколько. Бритарианцев надо выставить вперед. Дальше. Сын из Марта. Претарианская гвардия. Регионарий гвардия. Романс готов. Остальных притарианцев пока поставим вот здесь. Они перекроют вход с этой стороны. Генерал! Так, у нас есть еще один генерал. Он останется в резерве, пока никого сковать не будет. Ну что ж, начинаем. Ой, посмотрим, что из этого всего получится. А вот сейчас войска выбираются абсолютно нормально, по одному. А во время распределения они выбирались почему-то группой. Ну, баги. Баги присутствуют везде. Даже в современных, казалось бы, вылизанных уже до предела играх. Ну что, делайте шансы, дамы-господа. Такая вероятность, что мы, видимо, или проиграем бой для меня в реальном времени. Поэтому ничего я не могу сказать. Компьютер оценивает наш шанс как 30%. А как оцениваете их вы? Еще очередной нам предстоит сложный и интересный бой. Он вообще поделил очень интересные войска. Так, ну здесь он пройти не сможет. Ему придется все-таки обходить. Так. Здесь в основном идут крестьяне-новобранцы, только вот стрелки есть германские. Но с ними разберутся, в принципе, вигилы без проблем, я думаю. И они, кстати, агрятся, по-моему, как раз на них. Посмотрим, кого они сейчас будут атаковать. Вторая армия, понятно, как обходит тоже с тыла. И вот по центру на нас идут крестьяне-новобранцы. Кстати, всего лишь один отряд идет, поэтому это не опасно абсолютно для нас. Но они атакуют, можно сказать, через один проход, через претерианцы. Сейчас мы им нападем со спины. Всех перебьем. Где у них конец? Конец у них, кстати, тут же стоит. Пока я не буду. Они хагаются, слушайте, они нас обходят. Вот как мы решили обойти сзади. Просочиться через узкий проход. Претерианцы по ним наваливают. Они тоже кидают. И, кстати, довольно неплохо наваливают. Когда-то их уже конятся. Все-таки придется атаковать именно сейчас с тыла. Не дожидаясь. А, вон у них еще и пращики здесь. Вот, кстати, можем пращиков сейчас и проатковать. С другой стороны тоже войска подходят, поэтому нужно быстрее разбираться с ними. Генера пока оставим здесь. Силу туда же перемещаем быстрее, нужно уходить. Заходите! А, speed! Сон-со-фар! 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 Компс играл очень-очень. Неплохо. Пока за пращиками мы погоняемся. Оттянули плев, нам все равно особо не нужен. Дальние войска пока ставляем на площади. Или обходим их, пытаемся сзади даже обойти. Вариант. Вариант вроде неплохо держится. Будем надеяться, что боевого духа не хватит. А вот легионерам здесь достается от всей их армии. Мы можем войти их с тыла и сейчас проотковать. Быстрее, быстрее, быстрее. Как раз навалять вот этим вот ребятам, ударить одним отрядом в тыл. Остальными ударить по вот этим вот, господам. Повязали мы у них здесь застрельщиков, дальше они не стали бежать. И в принципе вигилы должны их... Не перерубить, по крайней мере. Надолго занять. Дело. Дело, побежали. Очень хорошо играет комп, очень слаженно и очень мощно. Там еще и пристегнувший стоят, да. Попали мы здесь в вооружение. Растащил наши войска, сумел. Но пока боремся. У него отрядов было больше. И убегает у нас плебс. И сейчас нам сзади ударят их пращики в скором времени. Бритерианцы должны перерубить здесь будут пристегнувших с легионерами. Правда по ним настреливают луки. Вот тут вот смотрите, они наваливают с пращиками из-за стен. Легионерцы до сих пор устояли. Смотрите, молодцы. Таким напором. Руку отрубили. Бритерианцы. Бритерианцы молодцы. Сразу чувствуется, что это элита. Сигнувшие теряют войска, но мы тоже их теряем. Нам тут еще и сбоку накидывают. Господа товарищей. Так, что у них тут с пращиками? Они все еще живы, кстати, довольно. Неплохо проживают. Сейчас начнут нам задницу накидывать. Быстрее с ним разбираться здесь. Да, дрожат у них войска, не хватает боевого духа. Испаря на их численность, все равно не могут они преодолеть мощь притерианской атаки. Возвращаются у них пращики, но они еще будут бежать несколько секунд, но успеем их накидать, а потом развернуться уже на них. И начинают колебаться у нас когорты фтакатов и притерианской гвардии против пристегнувших. Смотрите. У них пращики из-за стены, конечно, здесь много делов наделали нехороших. Купитер дает нам стены. Мерей трюкс. Маморвуд. Ради и ввести. Витериан Год. Романс, ready for duty. Ради и ввести. 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 Да, это очень плохо. Пристегнувшие все-таки у них прорвались. Так, пращиков пока отвлекли. Сейчас они будут брать площадь. Если мы эту кучу не сможем обратить в бегство, нам конец. Потому что вот у них еще пришли, видите, два отряда, которые по нам кидали там из-за домов. Начинают наваливать даже три отряда пращиков, и они расстреливают нас просто с разных направлений. Так, бежим на площадь. И пытаемся добить здесь пристегнувших, возможно, тогда они все развернутся бить их командира. Чтобы бегать за этими пращиками по городу, это тоже будет не лучший вариант. У нас осталось довольно мало войск, но это все элита. Когда же у вас кончатся ваши камни, вы? Твари. Глаза-то я. Включаемся на площадь. Да, он снимает, поэтому необходимо прежде всего убить пристегнувших, иначе он просто захватит площадь, и мы проиграем по захвату. Я надеюсь, что скоро у них закончатся их боеприпасы. Будем встречать на площади, там проще обороняться, спрятавшись за зданиями. Видите, он площадь берет, и сейчас пойдет отсчет до слива. Не смогли здесь бритерианцы сдержать их, но они смогли, потому что по ним стреляют со всех сторон. У них луки были здесь, за стеной, за домами, здесь, отсюда вот они кидали добраться, до них не было никакой возможности, конец-то не было. Так, они бегут, кстати, вот в копашных за нами, по-моему. Давайте-ка развернемся. Замыкаю строй. Одним отрядом. Так, достигнувшие уверенные, но тут их осталось немного, поэтому, я думаю, уверены, они будут недолго. Битерианцев такая толпа их должна перерубить. Они тоже устали. Так, теряют они войска, сейчас их... Я думаю, приходуют. Все они навязывают ближний бой. То есть у них также закончились боеприпасы, у кого-то кто-то не может стрелять из-за домов, и сейчас легионеры их также перерубят. Но мы начинаем тихонько выравнивать ход боя. Хотя нет, вот кто-то еще может из них кидать, стрелять, вот это мне не нравится. А пристегнувшие так до сих пор не бегут. 18 человек отверды. Площадь мы, по крайней мере, отбили у них. Уже хорошо. 16 человек потрясены. Если мы убьем командира, если остальные войска уже дрогнут. Тем более там праздщики, это же не коммунительный отряд. 16 человек потрясены. Тверды. 14. 5 потрясены. Вот это стойкость. Блин, а у меня начинают колебаться легионеры. Назад на площадь, быстрее отходим. Нужно их заманить именно на площадь, пока они не могут по нам кидать из-за здания. Это мешает. Крепли, пристегнувшие. Все, сломались они. Сворачиваем войска и встречаем. А легионеры-то побежали. Вот, посмотрите. Их просто тупо расстреляли. Вон, эти праздщики. Я офигеваю. Вперед. Давайте пытаемся их разомкнутым строем, всех повязать. Это все их войска, которые здесь... Да, все в городе. И тем не менее, шанс у нас по-прежнему 30% на победу. Какие-то праздщики расстреливают легионеров и претерианцев. Вот о чем я и говорил. Читовство Компа с этим повышенным уроном, честно говоря, уже заколебало. Сейчас их тут пиломами так же навернут. Они потрясены, кстати. То есть, они потеряли командира. Все-таки он погиб у них. И сейчас есть неплохой шанс решить исход боя, если они все разбегутся. Предатели. Два отряда претерианцев не должны нас подвезти. Легионеры я не знаю, они все еще к тому же устали. Ну, начинаются стандартные беготня. Получается, у них осталось 3 отряда, насколько я вижу. И 3 отряда осталось у нас. Но почему шансы... Нет, 4 отряда у них осталось. Почему шансы у нас 30% при том, что претерианцы остались против каких-то голозатых праздщиков? Потому что они успевают отбежать и кинуть. Они более... Это более легкая пехота. Броней на них никакой практически нет. Поэтому они быстрее отбегают, откидываются и снова убегают. Петерианцы вроде бы уверены. Молководец мертв. Вот еще почему наши войска колеблются. Потому что погиб командир. Но будем сейчас за ними бегать. Главное, чтобы какой-то... Один у них развернувшийся отряд не решил нашу площадь протковать. Ну, судя по тому, что я вижу на карте, больше никого не осталось. То есть, 3 наших отряда и 4 отряда их. Как только они стреляют весь свой боезапас, они будут вынуждены... Вступить с нами в ближний бой, а там шансов никаких нет. Вот где реально не хватает конницы. Чтобы она решила в этот момент, ударив, скажем, вот отсюда вот по ним, по главной улице и остановил бы. Петерианцы догнали, и на этом все так кончилось. Так, ну и что это такое? Взяли, остановились. Кто за баги в скриптах опять? Можешь, конечно, немного ускорить, но после этого дела возможны вылеты из рассинхрона с прапсом. Поэтому не буду этого делать. Этот бой переигрывать не хотелось бы еще раз, если будет вылет. Если он будет, я вам обязательно сообщу. Пока она не вылетала, но вообще, скажем, все у них в том же вылеты были. Ну и в личной кампании, когда я проходил один, вылеты были даже без фрапс, иногда в сражениях. Правда, было еще, когда патчей мне доставало. Но все-таки давайте немного ускорим, иначе эта беготня, я так думаю, будет надолго. Нам придется гнать их до самого конца карты. Великий забег. И они, главное, выносят каут, видите? То есть они просто тупо бегут, кинут, двоих там, троих вынесут и продолжают отступать. Так, вот одни вроде откидались, стоп. А вот остальные сейчас будут стоять и тоже по нам набрасывать. Кэмс трой, кнут, срубаем. Знаете, не бегут тверды. Да блин, не вязните вы, давайте вперед. Как коснусь отряд, так прилипают к нему намертво. Смешно будет проиграть пращику. Точнее, не смешно. Притерианцы очень устали. Конечно, они лучше обучены и бронированы, но тем не менее потрясены они. Потрясены, но не бегут. Не бегут. Жаждут боя, но боевой дух позволяет притерианцам справляться даже в уставшем состоянии, даже без противоводства. Да, ну нас осталось 46, а их осталось 43. Тут еще неизвестно, кто кого зарубит. 36 потрясены. 46 притерианцев. Так они колеблются и сейчас убегут. Так, не убегают. Почему такие низкие шансы, я не понимаю. У них всего два отряда осталось. Еще бросили троих, уложили. Вот видите, что они делают. Они просто их убивают за дистанции. Вот этих зажали наконец-то краю карты. Все, приехали. Гаем строй и вперед. И вот бросок, смотрите, 5 человек валяются в легионеров сразу же. Приезжали к самому краю карты. Тверды, но я не знаю, сумеют ли они их перерубить. Думаю, что должны. Вот пока до самого края карты мы их не догнали, они так и не стали принимать ближний бой с скотиной. Я считаю, что нужно заняться именно вот этим отрядом. Хотя, я надеюсь, что легионеры их перерубят. Но они тоже теряют войска, поэтому лучше притерианцев туда подвезти. Блин, они и по этим наваливаются. Тут еще куча трупов валяется. Вы посмотрите на эти наглые рожи. Они их просто выпиливают одним броском. Сразу по 6-7 человек в отряде. Так, они потрясены наконец-то. 49 притерианцев осталось. Да, вот в чем минус тяжелой пехоты. Во всем она хороша, кроме скорости. 42 легионера, 49 пращиков. И они тверды. Просто эпический бой вверх. И мы сейчас наблюдаем микроотрядов. В этих схватках решается и два города, по сути дела. Большой уже бой прошел. Мы его победили в городе. Держали верх. А вот сейчас вот на этом краю красной линии. Совершение этой драмы. Так, они еще несколько человек уложили. И еще 46 человек остается. И они продолжают бежать. Но скоро они опять упрутся в угол. Блин, но придется за ними столько бежать. Вот этими двумя отрядами, если сейчас притерианцы погибнут. Все, эти убежали, господа. У нас 50 на 50 становится шансом. И мы продолжаем их преследовать. Великая... Великий марафон продолжается. Великая гонка. Великое преследование. Ну, молодцы, хотя бы они не бегут. Я имею ввиду наши. 41 человек остался. Они еще выпилили четверых и даже пятерых. Просто идиотик. Да, пока они бегут до края карты. Я не понимаю, у них сколько боеприпасов. Они столько кидали в городе. У них еще 4 на количество... Не знаю, там, стрел, камней. Они кидали в городе минут, наверное, 10 непрерывно. При этом они еще пока бегут, кидают сколько раз. У них не кончается боезапас. У них все хорошо. Так, снова ускоряем. Потому что мне уже начинает напрягать все это... Бегать. Нет, сейчас будет еще один кидок. И опять несколько. Я думаю... Нет, в этот раз они никого не уложили. В этот раз ни в кого не попали. Ну, 41 претарианец должен справиться с 90 пращиками. Все, они их зажали в угол. Наконец, сейчас они примут бой. Неужели мы их приперли к невидимой стенке? Все, да, хана вам пришла. Молитесь своим богам. Грязные варвары. И закололи одного претарианца. Даже двоих уже. 39 осталось, а у них 78. Ну что, победят они или нет? Претарианская гвардия против пращиков. То есть в два раза больше. Все устали. Устали и они, устали и претарианцы. 73 осталось у них. Претарианцы по-прежнему 39. Концентрация уже потеряна. Претарианская гвардия. Усталось, дает себе знать. Не такие быстрые движения. Не такие мощные удары. 38 претарианцев осталось. 64 у них. Я думаю, что претарианцы должны победить. Они уверены. И там два наших отряда набегают. То есть победа, естественно, за нами. Вопрос в том, выстоит ли один на один отряд претарианцев. Интрига продолжается в этом бою. 38, 57. Нет, претарианцы побеждают. Броня, опыт, физическая мощь, мастерство превозмогают численность. Чистное превосходство варваров. 9, 34. Кстати, претарианцы осталось. Кого-то они еще уложили. И эта голова летит и катится, хорошая землю кровью. Все, они сломались. И мы побеждаем первого победа. Но претарианцы молодцы. Долго мы за ним гонялись. Погибло у нас 1090, а у них 1673. Но при этом в основном потери-то были от Левисов, от Вигилов, от Плебса. Это претарианцев погибло не так уж и много с легионерами. Вы посмотрите, сколько они убили в претарианской гвардии. 339 человек. Второй отряд 222. 135 легионеров, 197 и 211. То есть каждый из этих отрядов, по сути, герой. У Кокошли огромное количество врагов. Ну, Плебса, Вигилы и Левисы это не войска. Это гарнизон, можно сказать. Рабочий люд у крестьяне непрофессиональные войска. Поэтому их потери обоснованы. Как раз вот гибель вот этих вот пяти отрядов крестьян и обустоила потери в 600-700 человек. Из претарианцев, из легионеров погибло около 300 человек в бою. Ну и посмотрите, сколько у них стрелки вынесли. О чем я говорил. 113, 212, 136, 128, 125. Вот я их боялся. Больше всего не вот этих копейщиков. Даже присягнувшие всего 80 не купили, а именно стрелков. Потому что они накидывали, наваливали по нам просто сквозь здания. Перекидывали там через дома. Пока наши претарианцы разбирались там с их, собственно говоря, копейщиками. Они им в спину накидывали. И никак нельзя было с ними сблизиться. Они были за домами. Это нужно было сначала разбить уже их копейщиков. А потом, перемещаясь за зданиями, сблизиться с ними и навязать ближний бой. Видите, сколько мы за ним гонялись? Это было не так-то просто. Так, бой разбитый. Свидание. К сожалению, погиб у нас командир. Доспешный легионер отряд погибает. Но остальные все будут восстанавливаться. Они могут напасть ведь еще раз. То есть у них остаток войск довольно-таки большой. Хотя я думаю, что вряд ли. Мы будем сейчас донанимать новые отряды. Добьем их и пойдем уже в наступление. И цены отступают с нашей территории. С боями я мир заключать не буду. Он мне пока, в принципе, не выгоден. Если цены угрожали моим городам, пока моя армия не успевает до них добраться, то бои... Бои обескровлены. И фактически уничтожены. Это видео было действительно коротким, потому что сейчас я уже точно не шучу. Времени у меня сегодня нет. За этим боем я завершаю Сирию. Сейчас мы сделаем немножко экономических манипуляций, политических, дипломатических, после чего завершаем. Так, достойная смерть. Фауст, Гортензия и Цетек. Действительно, смерть была достойная. Так, браку запрещаем. Нанимаем нового полководца. Наймем вот этого. Тиберий. Атилий Триарий. Стоимость строительства минус 2% от провинции. Или хотя... В принципе, можно, допустим, нанять вот этого товарища. Тоже неплохие характеристики. Рвение плюс 1. Боевой дух отряда полководца. Плюс 10%. Фауст, Канут, Патеркул. Ну что ж, посмотрим, что у нас здесь творится около Аистра. Да, пока отковать я не буду. Пару ходов придется подождать. И пару отрядов придется здесь донанять до спешек легионеров. Ну и, конечно же, конница. Претерианская конница. Через ход все это дело у нас будет, и мы сможем проатковать эту армию и навалять им. Ну и здесь у нас в Будоргисе также войска восстанавливаются. Опять же, донаймем мы здесь дополнительные отряды в скором времени. И пойдем двумя армиями на Белс. Точнее, одной на Белс, второй на Галич, сразу же, не останавливаясь. Из-за Аску Кальса мы пойдем атаковать Монс Региус. Это будет тоже в следующей серии, когда наши войска здесь восстановятся до максимума. Тем более, здесь, как видите, не очень хорошая ситуация с общественным порядком. Минус 54, да еще и динамика всего лишь плюс 3. Постепенно он будет улучшаться. Это все из-за земельругов. Кстати, вот здесь мы должны построить дополнительные строения. Мещенную землю будем строить, улучшать общественный порядок. Так, что нам здесь еще нужно? Ну и, в принципе, можем построить место собрания, потом постепенно его будем улучшать. Пока форум Пискариум строить не будем. В принципе, еды у нас на данный момент достаточно. Здесь рыбный порт скоро достроится, потому что общественный порядок упадет сразу на минус 8 единиц. Это недопустимо. Ну и будем давить дальше на британцев. В этой серии не получилось этого сделать, из-за того, что они сами на нас напали. Так, а вот эту армию высадим вот здесь. Ну, в общем-то, и все, что я хотел сделать и показать. Точнее, хотел показать тебя в этой серии гораздо больше, но из-за боя с боями, пардон за каламбур, у нас нет времени на дальнейшее экономическое прохождение. Компании в Аквинке восстанавливается общественный порядок постепенно, но выйти отсюда армии нельзя, хотя здесь сидит элита. Воевать она пойдет после того, как мы восстановим общественный порядок в этом городе. Да и к тому же, оставлять пограничное поселение непосредственно рядом со Спарты очень опасно. Это будет, скажем, для них как лакмусовая бумажка, чтобы напасть на раннее время, пока что с ними я воевать не хочу. Ладно, предлагаю на этом серию закончить. Если она вам понравилась, не забывайте поставить лайк за героическую беготню. Наших легионеров-притрянцев, они, я думаю, этого заслуживают. Уставшие они все-таки смогли догнать их застрельщиков и перерубить. Никто из них так и не побежал. Не молодцы большие. Если не подписаны на канал, еще подписывайтесь, ну и оставляйте под видео свои конструктивные комментарии. На этом все. С вами был Крестоносец. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok